Как раз сейчас сорная трава вступает в фазу активного цветения. Ее пыльца является сильнейшим аллергеном, опасным для человека. Кроме того, амброзия наносит серьезный вред и экосистеме. Ее корни высасывают из почвы большое количество воды и питательных веществ. В итоге их недополучают культурные растения. Поэтому борьба с амброзией на особом контроле и ведется постоянно. Силами городских коммунальных служб от вредного сорняка ежедневно освобождаются тысячи квадратных метров земли. Кроме того, в Анапе введены экологические суподники, в рамках которых сотрудники структурных подразделений, администрации еженедельно вручную помогают справляться с сорняком. Также подключаются ТОСы и местные жители. Они уничтожают амброзию на своих придомовых территориях. Однако есть и нерадивые собственники земель, которые не торопятся приводить свои участки в порядок. В их отношении применяются меры административного воздействия. Сыпется достаточно большое количество жалоб. Вот только за эту неделю жалобы от администрации города-курорта Анапы на физических лиц. То есть это частные землевладения, землепользования и участки сельхозназначения, которые недостаточно хорошо борются с амброзом. Вот в этой папочке у меня видите, это то, что уже рассмотрены, где приняты меры. То есть помимо того, что составлен протокол об административном правонарушении и человек наказан в финансовом плане, естественно, еще обязательно выдается предписание для того, чтобы человек уничтожил амброзию. Если вдруг предписание не будет выполнено, значит будет повторный протокол и сумма штрафа увеличивается двукратно. Активность роста амброзии продлится примерно до середины октября. Отдел карантинного контроля и управления ЖКХ еще раз напоминает всем землесобственникам о необходимости приведения своих участков в надлежащий санитарный порядок. Продолжение следует...